С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске. 145 активных носителей COVID-19. Семеро заболевших в реанимации. Пятеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Такова медицинская статистика в Ненинском округе по данным на 3 ноября. На Рейнмаре превышен сезонный порог заболеваемости ОРВИ. Количество вызовов к заболевшим на дом многократно увеличилось. О том, как справляются медики с повышенной нагрузкой, расскажем в этом выпуске. 4 ноября – День народного единства. В Ненинском автономном округе вместе живут, работают и отмечают праздники представители многих национальностей. Лед – живой организм. На него могут воздействовать не только температура и влажность, но даже музыка. А специалисты утверждают, что лед имеет даже память. Так ли это проверила наша съемочная группа. И в начале выпуска об эпидемиологической ситуации в регионе. По данным на 30 ноября в Ненинском автономном округе выявлено еще 7 новых случаев заражения COVID-19. Заболевшие жители Нарьянмары и поселка Искателей. 9 человек выздоровели. Таким образом, всего в регионе по данным на 3 ноября лечения от коронавирусной инфекции получают 145 заболевших коронавирусной инфекцией. По информации Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненинского округа, в специализированном инфекционном отделении и специализированной реанимации Ненинской окружной больницы на сегодняшний день находятся 29 пациентов. Семеро в удовлетворительном состоянии, 16 в средней степени тяжести, 6 в тяжелом. В реанимации находятся 7 пациентов, пятеро из них подключены к аппаратам ИВЛ. Кислородотерапию получают 16 человек. В стационаре в специализированных отделениях оборудовано 39 койок для больных коронавирусной инфекцией. 9 из них оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких. По оценке специалистов этого количества на сегодняшний день достаточно. Все койки имеют доступ к кислороду и при необходимости мы способны развернуть практически двукратно, увеличить запас коечного фонда. То есть по сравнению с другими субъектами Российской Федерации состояние у нас значительно лучше. В условиях ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе медики настаивают. Что в случае возникновения каких-то симптомов, первое, необходимо оставаться дома и вызывать врача. И вот тут начинаются проблемы, поскольку вызвать врача на дом сложно. Жители жалуются, медицинская помощь работает с опозданием. Представители здравоохранения признаются, в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации в целом, когда еще превышенный сезонный порог ОРВИ, медицинские работники работают на грани своих возможностей. В настоящее время на каждом из них лежит большая нагрузка. Спасибо им большое, что они в этих условиях продолжают лечить и в стационаре, и амбулаторно. Отдельные слова им благодарности всем, и младшему персоналу, и врачам. Но хотелось бы сказать, что сейчас очень много вызовов. И, Вячеслав Васильевич, если необходима какая-то помощь автотранспортом, я понимаю, что наверняка и поликлиника Заполярного района, и окружная больница, они не готовы были к такому количеству вызовов. Количество вызовов участковых врачей на дом увеличилось в три раза. Для примера, во взрослую поликлинику в Нарьинмаре в день поступает порядка 200 вызовов. Глава региона Юрий Бездудный поручил укрепить медучреждение дополнительным автотранспортом за счет автопарка службы материально-технического обеспечения администрации. А также в случае необходимости привлекать автомобили компаний-недропользователей, офисы которых расположены в Нарьинмаре. Врач должен приезжать день в день и при необходимости проконсультировать. То есть в случае, чтобы кто-то вызвал врача, а он к нему не попадает, приезжает через день, у нас не должно быть такого. Напомним, режим повышенной готовности в Ненецком округе продлен до конца ноября. Введены ограничительные меры для заведения общественного питания, которые будут закрыты для посещения с 23 часов до 6 утра, а также в работе ЗАГСа. На торжественной церемонии бракосочетания могут присутствовать только молодожен и регистратор. Прибывающим в Нарьинмар из других регионов, в том числе и местным жителям, необходимо представить либо справку об отсутствии заболевания, либо уйти на двухнедельную самоизоляцию за свой счет. В общественных местах и на транспорте действует масочный режим. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. В связи с сезонным превышением порога заболеваемости ОРВИ, количество обращений в диспетчерскую скорой медицинской помощи увеличилось многократно. Время ожидания доктора тоже возросло. О том, как справляются медики с повышенной нагрузкой в период пандемии коронавирусной инфекции и заболеваний ОРВИ, расскажет Александра Литкова. Круглосуточно на станции скорой медицинской помощи Ненецкой окружной больницы дежурят три бригады медиков. В диспетчерской телефон не умолкает. За последние 10 дней нагрузка на врачей скорой помощи значительно увеличилась. В среднем здесь принимают до 130 вызовов в день. Сложнее в том плане, что вызовов много, температуры особенно много. И ковидная бригада у нас одна, поэтому приходится ждать. И ждать приходится по 2-2 часа. Как-то даже 3 часа было, особенно выходные очень много. Тем более поликлиники тогда не работают. Ежедневно на станции дежурит так называемая ковидная бригада. Врач, фельдшер и водитель которой одеты в защитные костюмы. У нас создана ковидная бригада по приказу. Мы на ней меняемся. То есть каждый месяц у нас все бригады, то есть все люди, кто есть на этой бригаде, работают. По словам медиков, в последнее время скорую вызывают чаще всего ко взрослым с температурой. И время ожидания действительно увеличилось. В соцсетях жители города то и дело жалуются на то, что ждать помощи приходится теперь дольше, чем обычно. У нас сезонные заболевания всегда присутствуют. И мы к ним привыкли, работаем. Нагрузка, конечно, немножко увеличилась, но для нас это вполне приемлемо. Задержки у нас, конечно, бывают, потому что нагрузка большая. И всего одна бригада создана на период этой пандемии. Но, как бы сказать, пациенты, я думаю, наши это понимают. Мы им это все объясняем. И, как бы сказать, конфликтов лично у меня не было. И я думаю, что у коллег у нас тоже конфликтов не было. Людям надо тоже понять, что вызовов очень много. Время ожидания по неотложным вызовам увеличивается еще и потому, что в первую очередь скорая медицинская помощь приедет на вызов к людям, которые, например, пострадали в ДТП. Или к человеку с инсультом или инфарктом. А уже потом к больным с жалобой на повышенную температуру. Я хочу напомнить о том, что в соответствии с 388-м приказом Минздрава Российской Федерации скорая медицинская помощь оказывается в экстренной форме и неотложной. К экстренным вызовам относятся все вызова, при которых состояние или заболевание угрожает жизни пациента. В этом случае время доезда бригады не должно превышать 20 минут. Все остальные вызовы относятся к неотложным. В этом случае время ожидания бригады до 120 минут. По словам Игоря Муратова, увеличить штат сотрудников и тем самым сократить время ожидания врачей пока нет возможности. Мы ограничены рамками штатного расписания, поэтому ввести дополнительную бригаду нет возможности. Это первое. И второе, самое главное, наверное, у нас просто не хватает кадров для обеспечения этой бригады. Чтобы ввести дополнительную, допустим, фельдшерскую бригаду, необходимо более 10 ставок фельдшеров и 5,5 ставок водителей. Из 22 фельдшеров сейчас работают всего 16. Часть из них в отпусках, остальные на больничном. Весь коллектив был привит от COVID-19. Тем не менее, три фельдшера проходят лечение от коронавирусной инфекции. От болезни никто не застрахован. Работники здравоохранения просят всех жителей соблюдать масочный режим и не пренебрегать другими мерами безопасности. Берегите себя и своих близких. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. 4 ноября в России отмечается День народного единства. Несмотря на молодой возраст, а празднику всего 15 лет, он стал одним из самых любимых в стране. По данным Федеральной службы государственной статистики, в Ненецком округе проживают представители 75 различных национальностей. Из них самые многочисленные – это русские, ненцы и коми. Сегодня мы попросили их поделиться интересными семейными традициями. Любовь Пермякова продолжит. Она бывает с косыми рукавами, либо там еще другой немножко покрой бывает. Сарафан – это обязательно. Надежда Кошева показывает нам народный костюм, который шила специально к празднику для дочери. Для женщины День народного единства – особый день, ведь она руководит общественной организацией «Русский дом». Я родилась в Вологодской области. И, соответственно, все вот эти русские традиции, они были привиты еще с рождения. То есть вязание, плетение, вышивка. Надежда Вячеславовна через русское народное творчество объединила сотни окружных ребятишек и взрослых разных национальностей. Например, на мастер-классах по валянию в прошлом году был полный аншлаг. Валяние – это такая вот мягкая овечья шурстка. Буквально можно за полчаса сделать. Еще одна хранительница традиций, но уже комик культуры – Полина Валей. Методист этнокультурного центра специально для нас достала из бабушкиного сундука семейную реликвию «Старинный наряд». Например, гипсовой шали более 150 лет. Еще есть такой интересный факт, что мужья очень часто говорили своим женам, что эти шали из Турции, из Ирана, хотя производились они у нас в России, в Московской губернии. Но женщины передавали это своим подружкам, и в итоге, когда мы спрашиваем у бабушек, откуда у вас эта шали, или это из Турции, из Ирана. Коллега Полина – представительница ненецкой культуры Светлана Волкуева тоже бережно хранит традиции, особенно устное народное творчество. Ненецкие песни и сказки этой семьи стали настоящим открытием. Недавно я рассказала сказку. Я-то думала, что эту сказку знают уже многие, потому что мне рассказывали ее дома бабушка, родители. И буквально недавно я ее рассказала, что были в этнокультурном очень удивлены и поражены даже этой сказкой. И они сразу опубликовали ее в журнале «Пунушка». То есть эта сказка теперь у меня есть в журнале. 4 ноября сотрудники этнокультурного центра в очередной раз встретятся с представителями национальных организаций и землячеств. Мероприятие пройдет в стойбище «Вы». Праздник «Венок дружбы» в этом году из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса будет не такой масштабный. Но без поздравлений уж точно не обойдется. Что вы могла бы пожелать жителям Ненецкого округа? Чтобы они были счастливы и никогда не болели. Дорогие друзья, поздравляем вас с Днем Народного Единства. Желаю счастья, удачи и всего самого хорошего. Любовь Пельмякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. С начала года по информации регионального департамента финансов и экономики доходы окружного бюджета составили порядка 16 миллиардов рублей. За прошедшую неделю в региональную казну поступило 796 миллионов рублей. Это плановые показатели. Экономическую ситуацию в регионе прокомментировал первый заместитель руководителя департамента финансов Сергей Михайлов на еженедельном совещании губернатора Ненинского округа. Расходы за 10 месяцев текущего года составили 18 миллиардов 200 миллионов рублей, а за прошедшую неделю 162 миллиона. В рамках этих расходов, естественно, по вашему поручению, первоочередные платежи, касаемые населения, это соцвыплаты, это субсидии юридическим лицам, то есть это те первоочередные направления, которые мы обязаны исполнить как окружные власти. Все социальные выплаты в регионе производятся своевременно. Каждый год ледовая арена Дворца Спорта Труд, которому в октябре текущего года исполнилось 10 лет, принимает тысячи детей и взрослых. Сюда приходят целыми семьями за здоровым образом жизни. О том, как устроена работа в царстве льда, в следующем материале. Хоккеисты, фигуристы и просто любители катания на коньках всех возрастов ежедневно стремятся в Ледовый дворец. Здесь свои атмосферы и свои правила. Например, температура воздуха строго держится на отметке 12 градусов даже летом, а льда в пределах минус 3-7 градусов. И так уже более 10 лет. За это время ледовое полотно не менялось ни разу, и этим специалисты гордятся. Ведь считается, что с годами лед становится только лучше. Техник по ремонту и обслуживанию спортивного снаряжения ежедневно обтачивает примерно по 20 пар коньков. В выходные его заменяет тренер, ведь процесс этот непрерывен. Нельзя допускать, чтобы юные спортсмены выходили на лед в затупленных коньках. А так вот дети меня задают, на выходные человек у нас уходит. Мне приходится тоже в выходные, как бы в субботу, в воскресенье, я занимаюсь этим, точу коньки, и чтобы ребятам было, ну, чтобы мы катались постоянно на точных коньках, чтобы было меньше травматизма. Все равно, если коньки тупые, не на точные, можно получить травму. А так, когда коньки сами едут, сами тормозят, то никакой травмы не будет. Но не только коньки здесь должны быть всегда подготовленными. Немногие из тех, кто предпочитает проводить свой досуг на коньках, задумываются о происхождении ровного ледового покрытия. А между тем, гладкий лед – это залог приятного, а главное – безопасного катания. Вообще, подготовка льда – это ежедневный сложный процесс, который требует своего алгоритма и ответственного отношения. Лед – живой организм. На него могут воздействовать не только температура и влажность, но даже музыка. А еще, говорят, он имеет память. Для спортивных ледовых покрытий используются специальные добавки, благодаря которым меняются свойства льда. Могут самостоятельно затягиваться выбоенные трещины. Такому льду необходимо и особенное обслуживание. Любая ледовая арена требует тщательного ухода, так как это сложное, очень инженерное сооружение. Но на самом деле, вроде не видно, технические службы, они есть, но они незаметны. Это очень важное отличие от других служб. Если их нет, технические службы, значит, все в порядке. И основная нагрузка на них ложится в вечернее, ночное время. Когда занятий нет, дети, спортсмены дома спят, отдыхают, взрослые тоже. Нас выходят обычно в 11-12 часов ночи. Технические бригады готовят лед по мере необходимости. И к утру уже заканчивается вся подготовка к первым урокам школьным. Лед уже у нас в полном порядке. Обладатель действительно редкой профессии Константин Ловчий работает машинистом ледозаливочной машины уже более четырех лет. Именно благодаря ему и его напарнику можно не сомневаться в гладкости ледяной поверхности, больше похожей на ровное зеркало. Заливка происходит 6-8 раз в день после каждого катания. Нож срезает неровности, щетку убирает снег от бортов, а ротор закидывает его в емкость. После этого полотно полируется водой. Итак, сейчас будем заливать лед, выравнивать немножко холодной водой, устанавливать его в площадку, чтобы ровнее было. И завтра будем с утра уже горячей водой проливаться, чтобы он не трескался, не воплылся. Но даже ежедневного ухода бывает недостаточно. При сильном износе примерно раз в два месяца происходит основательная заливка, которая занимает уже несколько часов. Используется горячая вода, потому что горячая вода проваривает трещины, сколы, износ от тенков и обеспечивает сцепление между следующими слоями воды. От холодной воды получается неровная иногда поверхность. Она может быть с пузырьками и может быть наплывом. После вот этой операции будет работать опять ледозаливочная машина. Она будет снимать шероховатости, наплывы и потом заваривать все горячей водой. В Ледовом дворце труд работают настоящие специалисты своего дела. Они с максимальной отдачей выполняют свои функции, оберегая сердце Ледового дворца, чтобы к нему всегда мог прикоснуться каждый желающий. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, Телеканал Север. Нарьянмар первый среди соседей в Архангельской области и Республике Коми реализовал трансляцию движения общественного транспорта в реальном времени в Яндекс.Картах. Теперь узнать, где находится на маршруте нужный автобус и через какое время он прибудет на остановку, можно с помощью приложения. В приложении Яндекс.Карт и все автобусы Нарьянмарского автотранспортного предприятия отмечены специальными иконками. На карте можно в режиме реального времени посмотреть, где сейчас находится транспорт, а если нажать на иконку остановки, то можно получить информацию, через сколько минут он приедет. Информация обновляется каждые 30 секунд, но благодаря алгоритму прогнозирования метки движутся плавно. Если раньше эта идея была реализована у нас частично, только на Android, теперь на всех операционных платформах работает. Движение автобусов в режиме реального времени очень удобно для пассажиров, как я считаю. Можно выходить уже по времени, не только по времени, но и посмотрев реальное отображение на карте движения автобуса. Фактически мы проводили несколько недель тестовое испытание. Тестовые испытания у нас прошли успешно, четко отображается вся техника. При нажатии на иконку остановки Яндекс.Карты показывают список всех номеров транспорта, которые через нее проходят. Для того, чтобы следить за движением автобусов, нужно включить отображение транспорта. Это можно сделать в веб-версии карт и в мобильном приложении. С помощью приложения также можно проложить маршрут до нужной точки. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.